Звук, похожий на артиллерийские обстрелы, услышали по всей Молдаванке в пятницу около 10 вечера. Стена подъезда и арка на втором этаже 48-го дома по улице Степовой рухнули за считанные секунды. К счастью, никто не пострадал. Она находилась в это время с ребенком, у нее ребенок инвалид, она находилась у меня, в моей квартире. Моя квартира туда-туда, поглубже идет. А эта квартира мы ходили, писали везде. С 12-го года мы пишем по поводу того, что дом трещит. Очень стало опасно ходить по коридору. Мы уже чувствовали, понимаете, что он садится настолько, что треск, вот треск, слышали треск. Во дворе дома номер 48 живет около полусотни человек. Сразу после обрушения все выбежали на улицу. Кроме обвала над людьми нависла еще одна опасная угроза. Взрыв мог произойти. Газовую трубу оторвало полностью. Пошел газ. Хорошо у нас здесь Андрей. Он был, сразу выскочил, я уже позже вышел. Он этот газ перекрыл. И я уже крикнул, как электрик, чтобы выключили рубильник. Чтобы не произошло искры. Потому что мог произойти самый настоящий взрыв. Оно рухнуло, рухнуло хорошо. И главное испугались. Газ, сильно газ пошел. Запах газа нарушило трубу, соединение. Просто всех ли сразу эвакуировали? Просто повыскакивали все. Выскочили. Испугались люди, конечно. Из-за обрушения обломки здания забаррикадировали вход и выход со двора. Что значительно усложнило эвакуацию людей. По словам местных жителей, все здание могло рухнуть, если бы не эта металлическая дверь. Парадного подъезда установлено несколько лет назад. По словам местных жителей, этот дом построили еще в конце 19 века. Реконструкцию не проводили уже около 40 лет. Но здание почему-то находилось не в списке аварийных домов. Благодаря многочисленным письмам удалось обратить внимание департамента городского хозяйства. По словам местных жителей, комиссия побывала на объекте за день до происшествия. Они пришли в четверг. Они нам не давали месяц ответ. Дочка позвонила туда. Они сказали, что придет комиссия. Вы не думайте, что это так быстро. Моя дочка в трубку стала кричать. Понимаете, что мы рушимся. У нас садится дверь железная. Мы вечером ее подбиваем. Утром не можем открыть эту дверь. Встаем за ночь. Представляете, как она быстро садилась. Если за ночь мы не могли открыть дверь. Вот эта дверь практически и держит вот это все. Одной из причин обрушения люди называют водостоки. Из-за низины вода собиралась именно в этой арке. Канализация, я считаю, все лето стояла. И с той стороны водостоки сделаны. То есть, когда дождь текет с главной улицы и затекает во двор. Здесь лужи всегда, когда дожди перед воротами. Если бы там эти канавы сделали, то вода уходила бы. А так, она заходит сюда и периодически 6-7 лет там провал получается, размывает. Оно вроде не видно, но вода разрушительная сила. Сейчас арку подпирают деревянные балки. Людям из квартир, находящихся в опасной зоне, предложили временное отселение. В гостиницу на Канатной. Все виды восстановительных работ будут проводиться за бюджетные деньги. Это наш жилой фонд. И на момент проведения работ людям предложено отселение в временный фонд отселенчастей. Однако, последнее слово за ними все-таки. Многие решили остаться в своих квартирах. Тем временем городская власть в экстренном порядке начала ремонтные работы по укреплению арок в соседних домах. В частности, в 42-м доме, где также есть угроза обрушения. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, Челеканал Репортер.